Я хочу пригласить на сцену человека, который очень значим для авторской песни в Питере и не только, Елена Гудкова. Наверное, многие, кто здесь есть, смотрели, в свое время был целый цикл передач по телевидению, посвященных авторской песне, и делала их Елена Гудкова. А еще был замечательный, как это сейчас модно называется, open air, это концерты, которые проводились на Черной Речке, там, где вместо дуэли Пушкина, летом проводились концерты авторской песни, где было много прекрасных песен, и я принимал в нем участие. И, в общем, мы там все встречались, что тоже было прекрасно. Елена Гудкова, замечательный автор. Леночка. На самом деле, самая дамская гитара, потому что девочка одевает платье красивое, а потом надевает гитару большую, да, и не видно костюма, а так все, понимаете, видно. Нет, масса плюсов вот у этого инструмента, я очень люблю свою гитару, сейчас я ее еще услышу, я всех поздравляю всемирным, всемирным прям днем авторской песни. Ну, знаете, я что вспомнила? Хочу вспомнить 1992 год. 1992 год, в ноябре месяце, в Санкт-Петербурге, тогда, да, в Санкт-Петербурге уже, проходил первый сентябрьский фестиваль авторов-исполнителей. И проходил он в театре «Эксперимент». Помните кто-нибудь такой театр? Где он находился? Знаете, театр «Эксперимент» — это нынешний театр-антреприза имени Андрея Миронова. Раньше это был театр «Эксперимент», и Александр Григорианц там был режиссером. И вот такой квартал искусств организовал первый фестиваль не авторской песни, а именно авторов-исполнителей. Я тут обнаружила эту афишу, 30 лет прошло, я была среди лауреатов этого фестиваля, и, кстати, тогда давали денежную премию, я вам скажу. В 90-е годы это просто было мало того, что удовольствие получили, вы выступили на прекрасной концертной площадке, еще деньги дали. Но вот, и что самое интересное, я посмотрела, кто был среди участников. Лауреатом, кстати, был Евгений Пальцев, Женя Пальцев, Андрей Аксиевич, Трио Троица, например. Так вот сейчас, у него шесть, по-моему, лауреатов было. Среди участников Светлана Сурганова, Михаил Шелик, Алексей Мокрецкий, Наталья Свойская. Это вот кого я вот знаю, просто обдумываю, как интересно. Но дело не в этом, дело в том, что фестиваль, на мой взгляд, был действительно очень яркий, потому что авторская песня – это все-таки авторы, это их харизма, это их манера. Но я не знаю, как хотите сказать. Вот чем мне запомнилось, что были все какие-то непохожие друг на друга, в разных стилях это было. То есть он такой… Наверное, так и должно быть. Наверное, так и должно быть. Авторы должны быть все очень. Слышно? Итарба, да? Чуть-чуть ее. А к чему я-то все говорила? 30 лет прошло. Я хочу спеть песенку такую свою старинную. Ну, ей не 30, может быть, поменьше, но все равно. У меня в основном лирика была такая грустная, с тоской по идеалу, по какой-то мечте. Сейчас. И потом спою уже что-то из поздних своих песен. Все мои беды Это победы над собой, все прегрешения, это падение за мечтой. Моется, мается, 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 птица в клетке бьется. Мается, 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 что и остается. Кается, 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 сердце недостойное. Жить не получается. Жить не получается. Тихо и спокойно. Жить не получается. Все мои встречи за здравные речи впереди. Все расставания, это признание в любви. Память старушка плохая, подружка жалости. Моется, мается, 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 птица в клетке бьется. Моется, мается, 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 что и остается. Кается, 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 сердце недостойное. Жить не получается. Тихо и спокойно. Жить не получается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok